Всем привет! По многочисленным просьбам я представляю вам быструю разборку механизма безрукого бандита. Это игровой автомат, я не так давно его публиковал и надеюсь, что все, кто хотел, попытались разобраться сами. Если же нет, то советую вам сделать две вещи. Во-первых, посмотрите оригинальные видео, скачайте карту по желанию и посмотрите как здесь все устроено, потому что детальную разборку я делать сегодня не буду. Я только объясню принцип действия. Ну и во-вторых, включите аннотации, потому что в них будет много интересного и будут полезные ссылки. Итак, давайте начнем с общего принципа работы данного механизма. Когда у нас игрок оплачивает игру на данном механизме, то у нас идет прием валюты, далее идет начальная установка механизма, сбрасывается информация на игровом табло, которое представляет собой табло 3 на 3, затем у нас идет создание нового набора произвольных чисел, проверка выигрыша, ну и соответственно вывод на табло новых результатов. Принцип достаточно простой. Ну, давайте поподробнее посмотрим, как это происходит и какая часть схемы за что отвечает. Для начала небольшое отступление, как работает само табло. Табло представляет из себя дисплей 3 на 3 пикселя, можно считать, и подключено оно следующим образом. Синими блоками отмечены блоки, куда подается сигнал. Поскольку у нас при подаче сигнала непосредственно на лампу она будет засвечивать соседние лампы, пришлось немножко исхитриться и сделать так, чтобы лампы засвечивались по одной. Соответственно сигнал подается на вот эти синие блоки, здесь верхний сигнал, здесь нижний, боковые, ну и средний подается вот таким образом. То есть сзади по центру стоит блок и далее наша схема. Вывод сигнала у нас представляет собой следующее. Здесь стоит компаратор, командный блок и в командный блок вписывается команда test4, которая проверяет соответствующую переменную на соответствующее значение. То есть допустим, если у нас есть вот этот столбец, это третий столбец, среднее это значение переменной 2. И если у нас мы сделаем команду test4, третий переменной на значение 2, то будет подан сигнал вот сюда. Кстати, сразу давайте посмотрим, какие здесь есть переменные. Даем команду squareboard objectives list и получаем 4 переменные, которые относятся к данному игровому автомату. Три первые переменные это значение для соответствующих столбцов. Ну и четвертая переменная это переменная, которая определяет игрока, с которым мы в данный момент работаем. Теперь давайте вернемся к механизму и посмотрим, как оно все действует. Для начала вот здесь голубоватой шерстью отмечен механизм по приему валюты. Я его отдельно разбирал, поэтому на нем останавливаться не буду. Единственное дополнение, которое здесь есть, это вот эта линия, которая просто поднимает сигнал наверх и зажигает лампу. Лампа нам показывает, что механизм готов к работе. У данного приема валюты есть один выход и один вход. Это выход, это вход. Вход у нас сбрасывает механизм, выход дает команду на начало игры. Давайте посмотрим, что в этом случае происходит. Сначала у нас идет командный блок, который сбрасывает нашу тестовую переменную, то есть переменную текущего игрока и обнуляет ее у всех игроков. Затем у нас есть целых четыре командных блока, которые производят стартовую установку игры. Для начала у нас выбирается игрок, за это отвечает вот этот командный блок. Мы выбираем одного ближайшего игрока, вот это показывает, что игрок будет выбран один и устанавливаем нашу переменную в единичку. То есть мы показываем тем самым, что будем работать с одним игроком. Это нам потом позволит ориентироваться по переменным. Ну и оставшиеся три командных блока задают наши три переменные. Определяя, соответственно, нашего игрока, количество один, они устанавливают переменные в ноль. Это нужно для сброса табло. Далее наш сигнал идет глубже в схему и вот здесь он попадает на табло через вот этот повторитель. Табло, соответственно, поскольку у нас все переменные по нулям, табло полностью очищается. Параллельно с этим сигнал снимается вот отсюда и мы начинаем установку переменных дальше. Вообще игровой автомат работает с переменными в диапазоне от единицы до трех. На момент установки они все равны по нулям, все наши переменные. Соответственно, мы должны установить их в единицы. Чем занимается вот этот командный блок? Все наши переменные устанавливаются в единицу. Далее сигнал у нас идет вот туда и это генератор произвольных чисел. Соответственно, генератор я тоже уже отдельно показывал. Ссылочка опять же на экране. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь три сегмента, каждый из которых отличает за свою переменную. Сегмент состоит из двух генераторов, каждый из которых добавляет по единице. То есть команда add единица соответствующей переменной. Оба командных блока абсолютно одинаковые. И так будет для каждого сегмента. Скажем, если там посмотрим, у нас уже вторая переменная. Соответственно, когда срабатывает вот эта часть схемы, у нас в каждой переменной прибавляется 0, 1 или 2. То есть получается переменная в диапазоне от единицы по умолчанию до 3. После этого сигнал с нашего генератора произвольных чисел попадает вот сюда. В первую очередь он идет на проверку выигрыша, а также он идет опять же на табло. Ну и параллельно с задержкой он идет на сброс нашего механизма, что дает нам возможность запускать следующую игру. Ну давайте посмотрим для начала, как определяется выигрыш. Здесь три командных блока. Это три комбинации выигрыша. Соответственно, каждая комбинация, когда все переменные равны. Для этого проверяется следующее. Проверяется переменная 1, то, что она равна 3, и то, что наша переменная 1 минимум равна 3. Это задает нам четкое число 3. То же самое проверяем для переменной... Так, это я зря вбил. То же самое проверяем для переменной 2, что она равна 3, и переменная 3, что она также равна 3. И все это, разумеется, действует на нашего игрока, у которого есть вот этот флаг. То есть конкретно на текущего игрока. Если у нас данное условие выполняется, здесь появляется сигнал, и по дорожке идет на сбрасыватели. Здесь у нас расположены призы, а этот сбрасыватель будет непосредственно выдавать приз. И когда у нас сюда поступает сигнал, один алмаз перейдет во второй сбрасыватель и будет выдан игроку. Ну и разумеется, параллельно, как я уже сказал, вот эта линия снова идет на табло. Поскольку в данный момент у нас все переменные уже установлены, то сигнал попадает на табло, и на табло загорится наш текущий результат. То есть наше текущее значение переменных. Ну и в общем-то, вот и все. Принцип их, видите, достаточно простой. Я даже вот не знаю, где здесь можно запутаться, хотя согласен, что компоновка здесь получилась достаточно сложной местами. Я ее делал больше ориентируясь на компактность, поэтому кое-где пришлось исхитряться. Единственное, что я, пожалуй, забыл, это вот эта линия, которая у нас со старта идет сразу на блок выдачи призов. Зачем это сделано? После того, как у нас был последний выигрыш, напротив соответствующего командного блока будет сохраняться сигнал. Если мы подадим сразу следующий сигнал, то у нас не будет выдачи приза. Поэтому перед каждой игровой мы вот этот блок сбрасываем. Соответственно, сюда подается сигнал после того, как все переменные у нас к нули. Разумеется, ни один из этих командных блоков не сработает, и сигнал на выходе всех этих блоков пропадет. То есть произойдет сброс. Ну что тут можно еще сказать? Я кое-где перемудрил и сделал дополнительный запас прочности. Отдельные части можно было сделать попроще, но я решил сделать упор на надежность. Ну и конечно, если у вас есть большое желание, можно полностью переделать данный игровой автомат без командных блоков. То есть сделать его на двоичной логике. Но это я уже оставляю на ваш вкус и считайте это маленьким заданием для тех, кто захочет поподробнее разобраться в данном игровом автомате. Ну а на этом на сегодня все. Надеюсь, что мои объяснения помогли вам получше разобраться в том, как все это работает. Если все-таки что-то осталось непонятным, пишите в комментариях. Также не забывайте оставлять ваши оценки, подписываться на канал. До следующих встреч. Пока!